Налог на лимонад Министр здравоохранения Рина Сикут подписала законопроект о налоге на подслащенные напитки, чтобы снизить потребление напитков с высоким содержанием сахара и подсластителей. Как считает министр, в сочетании с другими мерами это будет способствовать снижению числа заболеваний и рисков для здоровья населения. Например, поможет сдержать тревожное распространение ожирения среди жителей Эстонии. Данные по количеству людей с избыточным весом вызывают беспокойство. Особенно это касается детей, среди которых число тех, кто страдает избыточным весом, за последние 20 лет выросло в три раза. Да, у нас есть различные социальные программы, направленные на улучшение здоровья населения. Но, как мы видим, потребление напитков с высоким содержанием сахара продолжает вызывать у людей ожирение. Политики решили увязать разговоры о новом явно не очень популярном законе с проблемами ожирения в стране. И в самом деле, согласно данным Института развития здоровья, в Эстонии каждый четвертый первоклассник страдает избыточным весом, а каждый восьмой уже ожирением. Среди четвероклассников каждый третий с избыточным весом, а каждый девятый с ожирением. Вывод – нужно облагать налогом напитки, содержащие не менее 5 граммов сахара на 100 мл напитка или содержащие добавленные подсластители. С одной стороны, цель вполне благородная, ведь она должна поспособствовать снижению излишнего веса у людей. Правда, за всем этим благородным позовом скрываются еще два фактора. Во-первых, правительство планирует получить от этого налога в госбюджет дополнительно 25 миллионов евро. А во-вторых, в прошлом году Союз пищевой промышленности представил данное исследование, согласно которому популярность местных продуктов питания среди жителей Эстонии была на самом низком уровне за последние 10 лет. И учитывая новый налог, появляется резонное опасение, что падение популярности местных продуктов будет продолжаться и далее. У производителей напиток очень тяжелые времена. Еще с начала ковид. И до сих пор мы еще не в хорошем, не в нормальном ситуации. Когда мы видим, что действительно предпочтение эстонских продуктов помещается, когда мы видим, что у людей поменьше станет деньги, один партия опять поставит на столе, что опять будет повышаться цены. Но сколько еще? Это неответственная работа. Еще в 2015 году Союз пищевой промышленности начал обрабатывать большое количество исследований со всего мира, которые были проведены с целью оценить влияние так называемого лимонадного налога. По словам серии Потисап, эти исследования указывают на снижение продаж налогооблагаемых товаров, но не на то, что потребление сахара приводит к ожирению. Таким образом, в Союзе пищевой промышленности уверены, что нет ни одного доказательного материала того, что налогообложение способствует уменьшению случаев ожирения, поскольку потребитель переключался на другие сладкие продукты. Другое дело, что можно было бы закрепить обязательные сниженные нормы сахара в лимонадах, консервах, соках, но такие ограничения в казну новых денег не принесут. Куда проще повысить цены на подслащенные напитки. Сергей Овченков, Петр Юльвайн, Новости Таллина. Субтитры создавал DimaTorzok